Здарова, друзья! На дворе уже 2020 год. За последние 30 лет процветания игровой индустрии успело выйти тысячи и тысячи разных игр, разные герои которых являлись и обычными людьми, и монстрами, и супергероями. Ну супергероями с какой-то одной способностью или возможностью, ну или несколькими, но вот игр, в которых главные герои обладали ну практически безграничными возможностями, в которых вы могли делать вообще все, что только можете представить, вышло ну крайне мало. И речь сейчас идет не о реализме, как например в GTA, а о суперсилах, безграничных силах, о которых и пойдет речь в этом видео. Так что усаживайтесь поудобнее и погнали! Прототип. При сочетании слов безграничные возможности, это первая игра, которая приходит мне в голову, потому что в ней вы можете Начинаете загибать пальцы, летать, быстро бегать, высоко прыгать, поднимать любой вес и обладать суперсилой, принимать облик любого человека, подчинять монстров, создавать монстров, превращать свое тело в оружие, в мечи, молоты, хлысты, когти и кучи всего другого. Вы пули непробиваемы, огнестойки и блин, я играл в игру очень давно и вот это только самая малость того, что я сразу смог вспомнить. Действия самой игры разворачиваются в Нью-Йорке, который уничтожен смертельным вирусом. И черт возьми, в этом городе и с этим городом вы можете делать абсолютно все, что пожелаете. Игра является потрясающим аттракционом безграничных возможностей. Думаю, что с таким ассортиментом навыков и суперсил главный герой Алекс Мерсер или Джеймс Хеллер из второй части, черт, да каждый из них, думаю, в одиночку бы легко уложил Таноса. Даже будь у него перчатка бесконечности. До героя прототипа они бы, наверное, даже всю команду Мстителей уложили на раз-два. Ведь их способности это просто что-то за гранью понимания. Их не берут пули, их невозможно убить, их невозможно практически ударить, их порезать нельзя. Черт, их тело это тупо биологический ходячий вирус во плоти, который может принять любую форму, обладающий при этом такой безграничной мощью, что супергероям и не снилось. Короче говоря, топ уже можно заканчивать. Я осознанно начал его с самого сильного героя в истории, наверное, игровой индустрии. Если вы знаете кого-то сильнее, пишите об этом в комментариях. Имея фантазию, тут, конечно, есть о чем поразмышлять. Infamous. С этой франшизой я познакомился в 2014 году. Я прошел первые две части, а вот Infamous Second Son я прошел только недавно. И могу с уверенностью заявить, что, наверное, главных героев этой франшизы нужно, пожалуй, ставить на второе место после прототипа. Ведь в этой вселенной есть просто люди, которые обладают разными способностями по отдельности. Там, например, контроль электричества, огня, воды, ну или так далее. А есть особые проводники, которые с помощью касания могут забрать себе любые суперспособности других людей. Теоретически их количество не ограничено. Таким образом, герой последней части мог контролировать дым и черпать из него силы. Его не берут пули, ибо он растворяется в воздухе. Он может просачиваться сквозь любые щели и вытворять кучу всего интересного. Также в его арсенале есть возможность управлять неоном и энергией телевизоров, мониторов и прочих экранных устройств. Ну и еще в конце он получил способность владения камнем. И может создавать их где угодно и как угодно. Даже в головах противников. Все это он может делать одной лишь силой мысли. Все эти способности дают ему безграничный потенциал возможностей. Практически все, что может герой прототипа, может и он. А если заберет способности у других людей, то будет уметь даже больше. Но сама игра ограничилась лишь четырьмя способностями. Так что, само собой, безграничной игрой ее, к сожалению, не назовешь. Прототип все же в этом плане круче. Поэтому идем дальше. God of War и его главный герой Кратос. Ну теперь уже пошли игры с более скудным потенциалом. И нет, не подумайте, если, конечно, оценивать всю игру полностью, то Бог Войны на голову выше и прототипа, и инфеймоса. Эти игры даже сравнивать нельзя. Бог Войны это непревзойденный мега шедевр. Но вот сам Кратос, даже несмотря на то, что он Бог, не такой уж он и бессмертный. И возможности его далеко не такие безграничные. Ведь кроме физической силы, он больше никакими особенностями не обладает. Но добавить его в список, конечно же, нужно. Ведь это именно он истребил всех богов Олимпа. А теперь взялся и за скандинавскую мифологию. Кратос может убить кого угодно. Вспомните его сражения с боссами, которые по праву являются самыми гигантскими боссами в истории игровой индустрии. Он убил много таких тварей. Так что он однозначно заслуживает свое почетное место. Just Cause, как я и говорил, понемногу давайте опускать планку. Таких раскачанных супергероев, как в первых двух играх, уже не будет. Но вот Just Cause, несмотря на то, что главный герой Рико Родригес является простым человеком, при этом он обладает просто каким-то невероятным навыком живучести. И носит с собой, ну очень необходимые гаджеты, которые дают ему возможность спокойно летать, прыгать, подтягивать себя куда угодно, цепляться и угонять любую технику, использовать любое оружие и уничтожать вообще все вокруг. Функционал этой игры просто невероятно огромен. И дается все это герою без суперспособностей. Если вы все еще не знакомы с этой франшизой, обязательно оцените. Sunset Overdrive. Это очень трешовая и безумная игра от студии, которая недавно подарила нам нового Человека-паука для PS4. Созданная вселенной этой игры, ну скажем так, она необычная. Люди в ней вроде как простые, но способны на разные мега крутые трюки. Дело в том, что действие игры разворачивается в городе, который был уничтожен вирусом, который распространился благодаря некому энергетику. Люди, которые его выпили, превратились в ужасных тварей. И теперь бегают по городу. А вот главный герой вместо машин и простого бега может спокойно скользить по электропроводам, использовать небольшие мини-способности, применять безумные гаджеты, высоко прыгать, сражаться с гигантскими монстрами, порхая по карте. Ну и вообще, как вы поняли, здесь герой очень и очень способный малый. Так что обязательно оцените эту игру. Крэкдаун. Франшиза настоящего безумия. В ней можно уничтожать вообще все на своем пути, в прямом смысле этого слова. Основная фишка франшизы была, есть и будет, это тотальная разрушаемость. Здесь можно снести практически любое здание, начиная от небольшого домика, заканчивая гигантскими заводами и небоскребами. Для этого в вашем арсенале находится огромнейшее количество всевозможного оружия и немного не совсем обычных способностей на скорость, силу и прыжки. Комбинируя все это, игра позволяет ощутить себя настоящим героем с безграничными возможностями. И это очень круто. Saints Row. Еще одна франшиза настоящего безумия. И плюс упоротой наркомании. Когда-то давно все начиналось очень даже безобидно. Игра пыталась быть похожей на GTA и спокойно себе помещалась в эти рамки реализма. Но потом они решили пойти на кардинальные изменения и добавили в игру долю наркомании и упоротости. Игрокам это так сильно понравилось, что третья часть стала самая популярная в серии. Люди просили еще и в четвертой игре мы получили вообще все и сразу. Помимо привычных пушек и тотальных боевых действий по всему городу, герой получил суперспособности. Целый, так сказать, полноценный комплект. Силу, скорость, выносливость, возможность летать. В общем, быть настоящим богом буквально. И на этом ведь разработчики не остановились и пошли дальше. Следующая игра уже дала возможность сыграть за ангела и демона, которые тоже обладали теми же суперспособностями, что и раньше, но их даже было немного больше. И, кстати, теперь это было уже буквально куда сильнее обусловлено. В общем, возможности, которые предлагает тебе эта франшиза, они просто безграничны. А теперь давайте вернемся к супергероям. Франшиза Бэтмен Аркхем. Да, у всеми известного Бэтмена нет суперспособностей. Это знает каждый. Но сразу же в первой игре серии Аркхем просто вспомните, какой у него был арсенал гаджетов, которые позволяли ему летать, видеть сквозь стены, парировать, выслеживать противников, разрушать стены, следить, раскрывать убийства. В общем, делать что угодно. Потенциал у франшизы был невероятный. И с каждой новой игрой она становилась все лучше и лучше. Помимо всего уже мною озвученного в последней игре на данный момент, Аркхем Найт, у него еще и Бэтмобиль появился. Открытый мир стал намного больше всех предыдущих частей. В общем, игра давала жару всегда. Ее функционал возможностей был практически безграничен. Спайдермен для PS4. Еще один супергерой, который тоже обладает внушительным арсеналом из гаджетов, но который также и имеет настоящие суперспособности. Силу, ловкость, выносливость, паучье чутье, которое дает ему возможность видеть сквозь стены, вернее, чувствовать все, что там происходит. Ну и в общем, он очень круто летает по городу благодаря своей паутине. Так что паучок уж точно заслуживает место в этом безумном топе. Ну и напоследок игра в Watch Dogs. И снова у меня в топе герой, который без суперспособностей, но который, благодаря своим хакерским способностям и гаджетам, ну и само собой устройству современного мира, может сделать практически все, что угодно. Взломать любого человека. Взломать машину обычного мимо проезжающего водителя. Взломать дом, магазин, банковскую систему, правительственный аппарат. Взять под контроль полицейское оборудование. Подчинить себе транспортные узлы города. Короче говоря, в вашей власти абсолютно вся электроника. Франшиза Watch Dogs очень молодая и быстро развивающаяся. Совсем скоро выходит Легион. Я безумно его жду и вам советую ознакомиться с этой франшизой. Игры у нее мега крутые и безграничные. Ну а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Всем удачи, друзья, и всем пока!